итак парни всем привет вы на канале буранг раз 35 очередной бложек сегодня собираем ротокс 800 и так и так кота мы сделали запустили теперь очередь своего мотора коленвал был в нормальном состоянии то есть изофлекс в камерах в обоих что в этой что в этой что в средних присутствовал поэтому подшипники не стал менять подшипники не стал менять поездят еще эти я так надеюсь как то так только набил нового изофлекса получается в эту камеру серединку в серединку набивать это такая задача не очень простая нужна самая толстая самая толстая иголочка для шприца потому что вот если обычно сравнить с обычная голя вывод через эту через обычную глуп просто устанет давить этот и дефлекс как то так так все получается подшипники остаются старая как я сказал они были помыты не шумят не кряхтят сальники вращаются плотно что этот что этот вот этот вообще хороший подшипник плотненько вращаться коренные сальники будут оригинал оригинал комплект прокладок будет spi хотя в комплекте прокладок спина есть сальники этого коленвала до коренные но оригинал он есть парни оригинал то есть лучше оригинал делать собираю вниз все собирается получается как и на всех моторах да допустим клапана крышка также затягиваться крест-накрест с определенным крутящим моментом крутящий момент можете посмотреть загуглите есть таблицы по всем допустим вот как искать до крутящий момент допустим болт 10 и 9 класс прочности и резьба м8 забивайте в гугле крутящий момент для резьбы м8 вам выдаст таблицу в будет написано болт 5 и 8 8 8 9 и 9 10 и 9 и 12 и 1 и для каждого каждой резьбы им будет указан крутящий момент единственный нюанс при сборке этого двигателя да у нас есть вот такие два поднутрения канавки сделаны это у нас здесь канал антифриза и получается в этом месте мажутся обе половинки чтобы немножко побольше было герметика чтобы герметик заполнил эти каналы чтобы потом антифриз не пошел мимо и в камеру получаться масло насоса заливаться в 50 грамм такого же двухтактного масла на котором работает мотор не собран зажигание на месте крышку сальника тоже прикрутил получаем получаем что получаем остается нам поставить естественно цилиндры и поршневую поршневая будет сами поршни мало был этот поршень стоял на этом моторе этот поршень я был уж не покупал ну что пацаны бюджет вообще просто не позволяет купить новые детали хотя хочется нового но так получается что будем ставить буш на пальцы был 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 состоянием микрометром примерил нормальном состоянии стопорная поршневого пальца новая и игольческой подшипники но и два поршневого кольца тоже но все это стоит денег то есть кольца стопорная пальца по 400 рублей штука игольчатый по моему две семьсот две восемьсот одна один кольцо поршневой пять с половиной тысяч одно как то так то есть можете сами посчитать цилиндры то же самое как и на артикете у нас восстановленный не косил такая работа сделана александром рукавкиным ссылку оставлю в описании под видео ну как бы на вид они как новая то есть и внешне их он все идеально а было правый поршень вот так прилип с обоих сторон то есть перегрели его все скидываю на место снимаю парни вот так вот да все быстро вкратце можно было бы снять нормально видео по сборке именно этого роток сада на канале такого еще нету но просто парни нету времени нету времени снимать полное видео по сборке дошли до момента установки впускных патрубков и лепестковых клапанов у меня их две пары вот эти я купил с разборки и купил уже лепестки нового образца у меня снегоход двенадцатого года модельный 13 выпуск 12 это уже но образа типа ласточка хвост а вот это старого образца маркировка у их отличаются то есть один девятьсот двадцать четыре семьсот девяносто четыре другой семьсот девяносто восемь то есть вот эти клапана это они стояли на пауэртеках и также на это как до 13 года надо 14 может и у их есть вот такая болячка отрыва от лепестки крошит что и получилось на этом моторе скорее всего предположительно это лепестки были с правого цилиндра вот эти рваные и правый цилиндр у нас заклинил поршень поэтому было принято решение хотел сначала просто купить сами ремкомплект как бы песков клапанов но там выходит всего лишь на 45 тысяч дешевле чем купить вот душные хорошие домики то взял душная и уже но образца поставить один раз из забыть про это все сами порты не знаю еще должны быть вроде целая их смотрел то есть они не треснутая ничего с ними нету все идеальненько но там уже время покажет не время покажет а прессовка покажет все устанавливаем это все на базу ставить буду немножко промеж лепестков подмазну гермитосиком гермитосиком ну и все прикручиваем форсы уже поставил только что единственное что вверх мотора разбирал не я разбирали в сервисе в вологде они отметили это левая форсунка это правая форсунка но если мастер стоял с другой стороны это будет правая вот здесь а лево здесь но это мы уже на этапе установки запуска подключим диагностику и посмотрим по диагностике что к чему и почему то есть если форсы не попадают то я просто перри пропишу форсунки все как то так все равно на вот калибра ночь лепестковые тиры в копано ну и естественно посмотреть хотя бы сколько пробег на этом аппарате купил его не знаю не пробег вот в таком состоянии то есть он был разобранный мотор был вверх снят низ был собранный я пощупал коленвал коленвал целый все и так и забрал и больше ничего не смотрю ну естественно мне все болты и гайки отдали в двух коробках как то так знал что покупал как бы был к этому готов моторчик полностью собран получается и опрессован у нас новый приборчик старый устарел разбил полностью получается немножко подтравливал из-за этого опрыскивала а так обычно поэтому этот именно прибор тонометр он показывает как бы он очень чувствительный по сути дела и по нему видно что если бы где-то было как вам объяснить если большой сильно спускать будет когда то есть он сразу показывает даже не сильно будет травить чуть-чуть это сразу покажет сейчас пришлось обрызгать пенная водичка и получаться под рейф клапанами что-то у нас левый рейф клапан немножко подтянул и все перестало пузырить все четенько под форсами все нормально самое переживал больше что под форсунками год и вкусные порты думал будут может быть трещины поэтому опрессовка пройдена все четенько собираем сейчас у меня еще проблема не купил сразу на будьте аккуратны когда откручиваете мембраны не мембраны вот эту планку получается с датчиком да она прикручена вот на такие гайки алюминиевая и обычно они завода с фиксатором резьбы тут есть под ключик на 8 подержаться но люди блин то ли по незнанию то ли чего отрывают эти головы сейчас у меня проблема тут получается надо вклеить на это все дело на бакси пол дождаться пока высохнет и после этого только закручивать обратно эту гайку как-то так но у меня уже было вклеено я только что сделал в клею но так как надо было подтянуть пешком снимать и все оторвал по новой ну что все антитрис на базе попробуем попробуем давай итак запускайся так кнопочку часы на и монета до масла не идет собираем мотор буран в ямало-ненецкий автономный округ поселок харп мотор как вы помните кто меня смотрит постоянно присылали мне я дефектовал и там ну нечего было взять он был утопленником поэтому сейчас будет двигатель абсолютно из новых запчастей и будем потихонечку его собирать все детальки подготовлены осталось только перед началом сборки все обезжирить и собирать зазоры в картере уже выставил новые подшипники на коленвал потому что коленвал приходит без крайних подшипников получается сейчас покажем 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 биение на вагу аккуратненько вот так вот со стороны вариатора у нас две соточки так вот даже ну да две сотки тут короче серединка у нас соточка серединка соточка и с этой стороны две две или три сотки немножко вал попался вообще ровный то есть идеально практически практически из коробки он в таком состоянии единственное что вот со стороны вариатора было по моему четыре сотки я убрал до двухсоток до трех с половиной до двух с половиной бросьби нет все таки до двухсоток две соточки а было четыре до четыре здесь было то чуть-чуть по правилу так как все подготовлено сейчас все соберется быстренько до утра я сегодня опять в ночь парни работаю потому что время уже осталось два дня перед новым годом вы уже это видео увидите сто процентов после нового года даже может ближе к концу января поэтому как то так быстренько собираем оставляем его часа на два на три чтоб он постоял подсох и чтоб герметик подсох опрессуем и сегодня же будем запускать и сегодня же его свезем в транспортную утром уже свезем в транспортную компанию от проект низ у нас собран остается кольца поршневая тоже уже поставил обязательно парни убеждайтесь много раз об этом говорил проверяйте зазоры в кольцах кольц колец цилиндрах потому что бывает ну в заводских на заводских кольцах обычно зазоры нормальные а если вы ставите там какие-то не оригинальные кольца то в них могут зазоры быть и 0 25 03 как-то так 03 для этого мотора мало но 35 это наверно минимальный будет зазор который можно делать стопорные колечки здесь есть здесь тоже есть здесь тоже есть и здесь есть все на месте так сейчас мы немножко брызнем масло в подшипник коленвала все уходит все прекрасно и вот туда он там отверстие все четенько все все уходит на этот шатун бахнем и на тот шатун тоже бахнет попадет сколько раз уже тоже говорил вам об этом чтобы не мучиться до одевать колечки на колечки на вкусном коллекторе я их обычно растягиваю вот таким методом буквально 15-20 минут хватает они принимают такую как бы форму побольше и вкусной коллектор он намазан герметиком герметик лежит подсыхает будем ставить цилиндры ну пройдет 10 минут там допустим и все нормально при то есть колечки приклеятся к вкусному коллектору и никаких проблем поставить их не будет прошло пару часов все готово к опрессовке дуем дуем воздухом мотор если вы пользуетесь таким же прибором это тонометр для измерения давления у человека получаться больше 200 но больше 300 единиц качать не надо короче на плюс-минус где-то качайте 280 260 сказал больше не надо сам накачал это так можно немножко подставить строили и получаем абсолютно герметичный движитель то есть любой маленький подсос воздуха допустим чуть-чуть строили видите чуть-чуть вообще вот запоминаем да сейчас два деления почти не хватает до 300 чуть-чуть даже было практически не слышно а прибор уже показывает а так было два деления не хватало до 290 сейчас уже учатся три деления да ну то есть он очень чувствительный прибор он показывает не эти самые не атмосферы миллиметры ртутного столба поэтому это чувствительный датчик на улице мороз замерз пацаны у нас у нас сколько очки много не мало а четырнадцатого но это все равно не больно тепло я уже тут вожусь с ним полца поэтому как-то так традиционно пацаны запустим три раза и поедем в транспортную немножко уже опаздывал остался час до закрытия транспортной компании надо быстренько еще его собрать как-то так и чтобы просто-напросто надо его отправить до нового года чтобы это крайний двигатель в этом двадцать первом году отправить и все чтобы им просто-напросто не было долгов все запускаем первый раз второй раз ну и третий раз ну и сейчас немножко где-то грался в 18 получается но холостой высокий новые моторы как правило на холостом ну нам малым холостом плохо работает то есть ему не хватает он немножко вы при кататься по при трется именно поршневые кольца цилиндру и будет все четенько держать более низкий холостой но слишком низкий по холостой ход на двухтактных моторах не рекомендую вот допустим стоит код еще попробуем его дернуть думаю что раза со второго запустится сейчас трясанет вас так пацаны давайте я сейчас запущу и послушайте такие у его обороты холостого хода где-то 200 будет часа немножко успокоиться короче 2 стол его вот холостой и это нормально для двухтактных и это нормальный холостой ход для двухтактного мотора был бы четырехтактный да там можно делать и восемьсот в районе тысячи но для двухтактника желательно холостой ход чуть чуть побольше время сейчас после нового года уже ну вы смотрите чуть по почему в конце января можете заметить да до нового года был собран сейчас уже разобран и печаль беда как говорят дурная голова нет дурная голова ногам покоя не дает приключилась вот такая история это получается 800 и так ну фрирайд получается мой снегоход откатал он скоро час сорок восемь по диагностике да то есть по компьютеру и цилиндры у нас задрал он задрал и такие прихваты у нас вообще сильно но так как вы помните кто постоянно смотрит на этих цилиндрах был восстановлен не косил делал это все делаем александру кавкин к нему никаких претензий нету не косил вот если так сейчас вспышечку включу то есть сама не косилого покрытия идеал вот такой хон просто-напросто парни нет но мотор не обкатан был и немножко вина и все и этот сама вдвоем на снегоходе в целом километров может мы восемь проскочили и все это дело прилипло нахуй прилипло именно по той причине что перегрелась а не то чтобы бедная смесь была то есть вот судя по нагару на поршнях смесь нормально то есть топливо хватало мотору бедная бы смесь была подгорела бы верхняя головка поршня ну или поршень бы просто прогорел скорее всего они прилип вот скорее всего мое предположение это не работает толком маслонасос маслонасос здесь стоит электрический он здесь вот масло баки и он подает вот через эти две трубки масло на этом моторе в картер вот сюда и в рейв копана скорее всего недостаток масла был потому что у прежнего хозяина точно такая же история была вот видите но у меня еще плюс обкатка было и поэтому все дело это прилипло все фигня как говорится давай по новой сейчас упаковываю и отправляю обратно александру александру отправляю обратно и он попросил его чуть-чуть пооперативнее сделать отодвинет сказал свою очередь и сделать мне еще раз все поехали сейчас дек отправим мы будем на этом жизнь этого снегохода не заканчиваться как-то так восстановится все будет ездить дальше единственное что минус минус потраченных денег этот ремонт выходит получается где-то в районе 70 75000 у меня были эти поршни бы уж на один поршень оставался родной с мотора один поршень я бы уж не покупал бы уж не покупал пальцы тоже были бы уж на остальное игольчатые стопорные кольца все было новое но это так сейчас будем полностью покупать комплект 2 новых поршня оригинал вместе с пальцами с аппаратами совсем